Вначале Бог. СОТВОРЕНИЕ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ Добро пожаловать на программу. Я основатель Музея свидетельств сотворения в Гленн Роузе, Карл Бо. Эту передачу мы посоветим вопросу, какой сегодня год. Наш гост принес в студию эти часы, чтобы обозначить тему наших исследований, как стара наша Земля. Что насчет радиоуглеродных исследований и огромного возраста, на который указывает общество эволюционистов, насколько они относительны, как мы пришли к нашим выводам, и можно ли наши подсчеты на самом деле считать справедливыми. «Сколько лет нашей планете». Наша передача транслируется по всему миру. И поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить ТБН за эту необычайную возможность и ее основателей за обеспечение студий, за организацию съемок, за время в эфире. Мы благодарим вас за эту необычайную для нас возможность. Как и всегда, мы начнем нашу передачу с вопроса. Иногда к нам приходят обычные письма, иногда мы получаем их по e-mail, через секретарей, иногда я получаю их на своих лекциях. Кто-то присылает ко мне вопросы лично, и сегодня мы попытаемся ответить на один из них. Вопрос задает Майк из Луизианы. Он архитектор. Его вопрос относительно Вселенной обращен к нашему гостю, который собирается ответить на вопрос относительности Земли. Он спрашивает, есть ли Земля, как вы говорите, о вашей программе, 6 или 10 тысяч лет, то возникает проблема. Когда мы, принимая концепцию скорости света, 186 миллионов миль в секунду, смотрим в космос, мы можем лишь утверждать, что Земле 12 миллиардов лет. Есть ли разрешение этой проблемы? Майкл, на самом деле, зная некоторые факты, этот вопрос перестает быть проблемой. Эйнштейн показал в своей теории относительности, что пространство, время и масса взаимосвязаны. Если вы измените пространство и время, изменится масса. Измените время, изменится пространство и масса. Измените массу, изменится время и пространство. Если вы измените размеры Вселенной, то свет и возраст Вселенной совпадут. Этот вопрос породил множество споров. В 104-м псалме, а также в 40-й главе книги Исайи, сказано так. Во время творения, и об этом написано также во 2-й книге Царств, 22-й главе, во время творения Бог расширил пространство Вселенной. В иврите для этого использованы особые термины. Бог расширил Вселенную. Только Богу это под силу. Астрофизики в недоумении. Вселенная постоянно расширяется. Также доказательство этому находится в 18-м псалме. Все эти места Писаний говорят об этом. Причина этому — движение галактики. Ученые не могут найти причину этого и утверждают, что черное, холодное вещество имеет потенциал реверсивировать эффект гравитации и расширять пространство. Они наблюдают расширение Вселенной, но не могут найти этому объяснение. Они ссылаются на тот факт, что 95% пространства Вселенной — невидимое, неизмеримое, холодное, темное вещество. Вселенная расширилась, и сегодня мы видим ее сигналы. Так же, как и Майкл, я несколько лет занимался этим вопросом, и в итоге смог найти научный ответ на этот вопрос. Если мы только посмотрим во Вселенную на спектр света, передаваемый Хабблом, мы убедимся, что все остальные галактики отдаляются от нашей галактики Млечный Путь. Это означает, что наша галактика — Земля. Наша система является центром Вселенной. В свою очередь, это способствует образованию источника гравитации. Это означает, что время в пределах нашей галактики соответствует принятым временным законам. Но за пределами нашей системы произошло расширение пространства, и время также расширилось. Пространство Вселенной расширяется. Следовательно, исходя из полученных данных, мы не можем говорить, что Вселенной 12 или 20 миллиардов лет, и уж тем более не 40 миллиардов. Все это произошло в течение всего лишь нескольких тысяч лет. Время расширилось, равно как и пространство. Таким образом, подсчитав все полученные данные вместе со скоростью света, доходящего до нас за 186 тысяч миль в секунду, может показаться, что нашей Вселенной на самом деле 20 миллиардов лет. Но если не выходить за рамки нашей галактики, за рамки нашего временного континуума, то нашей планете не более 6 тысяч лет. Это так, и вам придется с этим согласиться. Это на самом деле тяжелый вопрос, но надеюсь, я смог на него вам ответить. Итак, наш гость сегодня расскажет о гравитационном источнике в центре Вселенной и поможет разобраться с данными радиоуглеродных исследований, согласно которым нашей планете миллиарды лет. Я снова пригласил нашего дорогого друга, автора этой книги «Наука под цензурой» быть нашим гостем сегодня. Он, как всегда, не отказал нам в своем присутствии. Брюс Малон, профессор, как я рад вас видеть снова в этой студии. Благодарен, для меня это всегда привилегия и радость быть с вами. В первую очередь, вы обладаете достаточно хорошим научным образованием. Вы были вовлечены в исследовательские работы, проводимые в США, в их руководство. Вы очень много понимаете и в физике, и в химии. Да, я обучался этому. Вы работали в среде известных физиков, и вы ученые не только по натуре, но и на практике. Но мы знаем, что изначально вы изучали этот вопрос в одном из достойных внимания учебников, в книге, в котором вы нашли все ответы. Какое-то время я тоже занимался этим вопросом времени во Вселенной, но сегодня вы расскажете нам о времени на Земле. На самом ли деле Земле всего несколько тысяч лет? И что насчет миллиардов лет, на которые указывают радиоуглеродные исследования? Правда ли это? Вы так подробно описали этот вопрос в своей книге? Она просто замечательна. Три года назад я начал писать эту книгу. Да, мы разослали ее всем нашим спонсорам. Я собрал все данные, и весь процесс растяжения времени занял у меня всего одну страницу. Я простым языком объяснил, почему это правда. Почему, как может показаться, с момента образования Земли должно было пройти огромное количество времени. Но на самом деле это заняло не более шести тысяч лет. Об этом нам ясно говорит Божье Слово. Оно постоянно ссылается на это. Вся Вселенная. Но, честно говоря, те, кто скептически относится к христианству и не верят в то, что Библия нечто большее, чем просто книга о сражениях, об истории народа, в первую очередь спритыкаются об этот вопрос. Сотни и тысячи раз, начиная с детского сада и заканчивая школой, им говорили, что нашей планете миллиарды и миллиарды лет. В мультфильмах, в «Эксменах», «Спайдермэне», повсюду в интернете повторяется, что нашей планете миллионы лет. Об этом говорят как о факте. Если у христиан не будет ответа на этот вопрос, если мы просто повесим себе на лоб бумажку с надписью «Бог так сказал, поэтому я верю в это», возможно, для нас это будет убедительно, но не для этого мира. У нас есть ответы на те вопросы, которые логичны. Разберемся с этим вопросом по порядку. Любой датировочный метод использует практически одно и то же уравнение. Люди так боятся этого слова «уравнение», но все довольно просто. Это количество чего-то, деленное на коэффициент изменений в соответствии с пройденным временем. Попробую объяснить это следующим способом. Представьте, доктор Бо, вы сидите под деревом в 6 утра возле своего дома и размышляете над Божьим Словом. В это время я прохожу мимо вас, я иду один. В среднем человек идет со скоростью 5 км в час. Вы знаете, что расстояние от моего дома 35 км. Вы видите меня, видите, вот идет Брюс, ему идти еще 35 км. Это количество. Он идет со скоростью 5 км в час. Это коэффициент. Как давно он вышел из дома? 35 разделим на 5 и получим 7 часов. О, вышли до меня целую ночь. Сейчас мы с вами использовали датировочный метод, позволяющий узнать, сколько времени занял мой путь. До точки назначения. Но в этом нет смысла. Почему я должен идти всю ночь? Видите, вы правильно составили уравнение, но не обладали полным знанием. Вполне возможно, мой автомобиль сломался по дороге, и мне пришлось идти пешком всего лишь несколько километров. Возможно, была какая-то и другая причина. В итоге вы пришли к ложному выводу, потому что вы не знали всего. Действительно, это так. Вы не могли учесть всего в вашем методе. Или, допустим, некоторое время мне пришлось бежать. Таким образом, я двигался со скоростью не 5, а 10 км в час. В пути всего 3 часа. И дойдя до дома, вы сократили свой темп. Да, вот результат. Видите, это просто. Мы просто не можем учесть всех вариантов. Правильно. Однако, есть способ абсолютно точно определить, сколько лет какому бы то ни было объекту. Но в таком случае нужен кто-то, кто будет наблюдать за этим процессом. Да, и мне это очень нравится. Кто-то, кто наблюдал за этим с самого начала, и никогда, ни при каких обстоятельствах, не будет нас обманывать. Это то, что христиане называют Библией. Это документ, где записано все, что наблюдал тот, кто создавал эту Вселенную. И здесь абсолютно точно записано, когда это случилось. Согласно ему, это произошло примерно 6 тысяч лет назад, если подсчитаем продолжительность жизни всех людей и их детей, описанных в Библии. Иисус не говорил о том, что Земля была создана миллиарды лет назад. В самом начале Бог создал мужчину и женщину. Бог создал людей. Он дал имена. Теперь, что касается последствий ложных данных, радиоуглеродных исследований. Позвольте мне объяснить зрителям, почему этот метод не может дать ответы на все вопросы. Думаю, вы уже достаточно много слышали об этом методе. Чтобы показать его наглядно, я использую песочные часы. Вся планета и все каменные слои состоят из большого количества элементов разных вариаций — уран, плутоний. И та скорость, с которой это вещество распадается, называется периодом полураспада. У меня в руках камень, предположительно, содержащий изотоп урана. Уран — 238. Для его полураспада потребуется несколько миллионов лет. Через несколько миллионов исчезнет еще половина. Еще через миллионы — следующая половина. И со временем этот камень превращается в свинец. Именно этот изотоп урана. И именно этот процесс происходит с ним. Сравним этот процесс с часами. На данный момент в верхушке часов содержится определенное количество урана и определенное количество свинца на дне часов. Вы предполагаете именно ключевое слово, всего лишь предположение, потому что не существует достоверного научного способа узнать, сколько в точности протекал тот или иной процесс. Весь процесс. Точно. Мы можем говорить только о настоящем. Но мы этого не наблюдали. Нет, не наблюдали. Это всего лишь предположение. Затем мы можем разделить количество полученного свинца на коэффициент, предполагаемый для именно данного предмета. И в итоге мы получим миллионы, десятки миллионов, или даже миллиарды лет, которые пролежал этот камень. Никто нам не поверит, если мы просто скажем, их предположения немыслимы. Мы не считаем их глупыми. Они на самом деле пытаются это рассчитать. Да? Они могут взять камень, содержащий десятки различных химических элементов, калий, уран, органические вещества. Все они содержатся в камне. Все эти элементы, которые находятся в это время на дне наших часов, помещены в таблицу изохрон. Эти данные всегда будут приводить к одним и тем же выводам. Каждый из этих элементов всегда будет давать одно и то же число песка на дне. И в итоге может показаться, что на самом деле прошло огромное количество времени. Вот в чем дело. И это звучит для них очень убедительно. Да. Но они не договаривают все, о чем я и расскажу. Есть некоторая информация, которая не открыта до конца для других. Когда уран распадается, выделяется радиация. Бета- либо альфа-частицы. Подобно атомам с ядром. Они вылетают, и тут же вылетевшая альфа-частица образует молекулу гелия. Каждый раз, когда уран превращается в свинец, вырабатывается гелий. Это бы нужно знать всем. Но эти данные, к сожалению, засекречены. Они не преподносятся нам. Но это уже точные данные, а не предположения. Именно. Это широко известный факт. Каждый раз при разложении урана образуется гелий. Когда разлагается камень, например, эта кость динозавра, которая, вероятно, обогащена ураном, со временем начала окаменевать, гелий оставался словно заточен в этом камне. И за все это время никто ни разу не брался за то, чтобы измерить количество гелия, содержащегося в окаменелостях и время его образования. Лишь 10 лет назад начали этим заниматься. Ученые Института креационистских исследований, физики из известных университетов, используя аккредитованные лаборатории, взяли для исследования гранит, твердый камень, образовавшийся в недрах нашей планеты, и измерили коэффициент проникания гелия, содержащегося в нем в атмосферу, и количество оставшегося гелия. Они измерили количество гелия на скорость его выхода из гранита, и таким образом измерили, когда был образован этот гранит. Правильно. Заставлю вас немножко поволноваться, прежде чем вы узнаете ответ. Я обожаю этот момент, потому что хочу, чтобы люди знали это. У вас получится. Мы все знакомы с гелевыми шариками. Если мы наполним его гелием, на следующий день он будет лежать на полу. Но в чем проблема? Куда девался гелий? Он просочился через пленку. Понимаете? Он там не навсегда. Несмотря на то, что она такая плотная, я имею в виду пленку. Потому что даже в тех веществах, которые принято считать твердыми, металл или сталь, молекулы, испытывают постоянные колебания. И во время этих движений крошечные молекулы гелия могут просочиться даже через сталь. Это свойство определяется уровнем текучести. Уровень текучести. Ничто не может изменить уровень текучести. Это число постоянное. Ничто, кроме температуры. Под температурой это сделать гораздо проще. Даже если вы поместите шарик в холодное место, через неделю или через месяц вы найдете его лежащим внизу. Гелий все равно найдет, как выйти из этого материала. Итак, если гелий образовался в граните, лежащем в недрах Земли, миллиарды лет назад, то он бы давно вышел из этих камней. Однако его до сих пор можно обнаружить в граните. Мы измеряем количество содержащегося гелия в граните, делим на скорость его выхода и определяем возраст камня. Я вижу, вы уже напряжены. Да, мне уже не терпится узнать. Я покажу это еще раз. Расскажу историю, потому что знаю. Иисус рассказывал истории также. О, да. Я всегда хотел попасть в Израиль, но никогда до этого не был там. Но знал, что попаду туда когда-нибудь. Я решил сэкономить свои деньги и слетать, наконец-то, со своей женой в Тель-Авив. Мы поместились в одном из отелей. Через некоторое время к нам стучится Абдула. Приветствую вас, о странники, посетившие эту далекую страну. Совсем недавно я обнаружил старые руины, которые никто до вас не видел. Я еще никому их не показывал. Даже ни разу никому не открывал дверь. Но вы, мудрые американцы, всего за 500 долларов станете первыми его посетителями. А я думаю, о, какая удачная сделка. Я даю 500 долларов, мы садимся в джип, выезжаем за Тель-Авив, и все вокруг говорило о том, что там на самом деле до нас никого не было, потому что на дороге были видны следы только от его машины. Мы направляемся по этим следам к утесу, проникаем сквозь расщелины, и, наконец, добираемся до этих старинных ворот, огромных. Так, мне надо освободить руки от шарика. О, мне это нравится. Вы специально держите нас в напряжении. Вот он уже готов показать нам это здание. Он вводит нас в него. Положу что-нибудь тяжелое. Хорошо. Итак, я смотрю по сторонам, все покрыто пылью. Все скрипит. Мы открываем дверь с сильным скрипом. Она уже покрылась ржавчиной, и все говорило о древности этого здания. Здесь не было никого. Все внутри покрыто паутиной. Прекрасный храм внутри здания. И пыль повсюду. Ни единого следа. И тогда я точно уже убедился, что там никого не было. Этому зданию по меньшей мере две тысячи лет, пока я не посмотрел наверх и не увидел шарик, наполненный гелием. И тогда я понял по шарику, летающему, под потолком, что здесь совсем недавно кто-то был и выпустил свой шарик. Вот такой сюрприз ожидал нас в древнем Израиле. И тут вы сказали, «О нет, меня не проведешь». Меня обманули. «Абдулла надул вас». К несчастью, ему от этого не было никакой пользы. Он иностранец. Конечно, в Израиле, но смысл вот в чем. Когда мы взяли для анализа кристалла гранита из разных слоев, глубоко под землей они провели пять лет в подготовке к этому исследованию. Убедившись, что соблюдена каждая мелочь, безошибочно отделив все содержащееся количество гелия, они пришли к тому, что этим камням было около шести тысяч лет. Пожалуйста, опять же, тот самый возраст. Пожалуйста, повторите еще раз. Шесть тысяч лет. Возраст исследуемых камней. Об этом я написал в своей книге, приводя все необходимые ссылки, чтобы люди могли удостовериться в научности исследований. Это поразительное открытие. Вы видите, насколько быстро проходит процесс полураспада во время формирования каменных слоев, благодаря чему и формируется гелий. В сущности, Бог поместил триллионы и триллионы крошечных шариков с гелием в каменные слои по всему лицу планеты. Это доказательство того, что этим слоям далеко не миллиарды лет. И те ученые, которые пытаются обмануть нас, игнорируя факт наличия гелия, они просто утверждают, что радиоуглеродный полураспад произошел миллиарды лет назад. Весьма убедительно, ведь эти люди преподают в общих школах. Это профессора университетов. Потому что никто не пытался показать истину. Да, это так. Они на самом деле искренне. Они на самом деле крепко утверждены в том, чему учат. Они делают это искренне. Но когда я сижу возле своего дома, размышляя над Божьим Словом, под деревом, и вы проходите мимо, я просто не знаю всех фактов. Возможно, вы на самом деле шли ко мне всю ночь, а может быть, оставили автомобиль за углом или были в гостях. Именно. Я ведь не мог знать этого абсолютно. А вы просто проходили мимо, а я посмотрел, вот и все. Никто никогда не пытался этого опровергнуть. Гелий — это неопровержимое доказательство того, что Бог создал эту планету совсем недавно. Креационистский институт исследований провел другое исследование. Это первые ученые-креационисты на планете, существующие как общество и факультет. Это мои и ваши друзья. Вы выступали на их семинарах в качестве профессора. Я уже не раз их представлял. Это просто замечательные люди. Они провели другое исследование, используя стандартные университетские лаборатории и стандартный университетский набор инструментов. Они исследовали алмазы. Предполагалось, что некоторым из них более трех с половиной миллиардов лет. О чем мы уже говорили. Кто-то говорил, что им пять миллиардов лет. Но они, используя имеющиеся инструменты, обнаружили... Что же именно? Обнаружили в них изотоп углерода-14. Углерод-14 имеет очень малый период полураспада. Пять тысяч... семьсот тридцать лет? Правильно. Правильно. Через несколько тысяч лет... Половины его уже нет. Уже через двести тысяч лет от него не останется ни единой молекулы. О, ни одной молекулы! Многие ученые утверждают, что для этого может хватить 90 лет ни единой молекулы. Но изотоп углерода-14 был обнаружен в каждом из 15 исследуемых алмазов. Да, это так. В каждом из них. Несмотря на то, что многие ученые утверждают обратное, это говорит о том, что возраст с Земли с момента ее создания до сего дня не превышает нескольких тысяч лет. Данные исследований указывают на это, как и хронология данная в Библии. Не более шести тысяч лет. Очень быстро. Это просто неуместные методы и их последствия, потому что разрушение и смерть вещей, которым миллиарды лет, ничего не стоит. Да, это так. Миллиарды смертей еще до появления человека, и это делает из Бога, автора смерти. Каждый раз, говоря «миллионы лет», на самом деле вы говорите «Бог – автор смерти». На этом чрезвычайно глубоком утверждении мы и заканчиваем нашу передачу. Профессор Брюс Меллоун ответил четко, ясно и корректно. Если Земле миллионы, или даже миллиарды лет, даже если Бог создал Землю, то Бог – автор смерти. Но это не так. На самом деле смерть – это плод Божьей милости, благодати, творения и воли Бога. Бог – автор жизни. Лишь Он может так разумно, чудным образом поддерживать наши жизни. Он дает нам возможность жить здесь, на Земле, и использовать наши возможности во имя истины, подобно тому, как Он даровал определенные способности профессору Меллоуну. Но Он не остановился на этом. Он послал Иисуса, чтобы Он жил с нами. Он – Боговоплощенный человек. Он ходил по нашим улицам, общался с нами, вел нас, любил наших детей, восстанавливал семьи, исцелял разбитые сердца. Он пошел на крест, умер за наши грехи, был погребен, воскрес, и сейчас Он жив. Он обращается к вашему сердцу. Христос – свет, освящающий каждого человека, приходящего в мир. И именно сейчас Он освящает ваше сердце и приглашает воспринять его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. Помолитесь со мной этой простой молитвой прямо сейчас. «Скажите, Боже, я грешник, и знаю это. Я нуждаюсь в Тебе. Ты – автор жизни. Я знаю. Ты послал Иисуса умереть за меня. Он воскрес, чтобы я мог жить. Я молю Тебя, Иисус, войди в мое сердце, войди прямо сейчас. Покрой меня своей кровью и спаси меня. И, Господи, я буду служить Тебе от всего сердца». Если вы помолились этой молитвой, я рекомендую вам открыть Библию. Если у вас ее нет, найдите ее. Откройте Библию. Для россиян советуем новый синодальный перевод. Откройте Библию, начните читать. Это источник жизни. Если вы помолились этой молитвой, теперь вы – член Божьей семьи. Добро пожаловать домой. Программа «Сотворение в 21 веке» была спонсирована телевидением Святой Троицы. И только благодаря вашей любящей поддержке эта передача может оставаться в эфире. Поэтому напишите в «Сотворение в 21 веке» по адресу, который вы видите на экране. Продолжение следует...